Днем сегодня Запись сделаем еще Слава Богу, друзья мои, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры Нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись Которым спасены, которым спасаемся, слава Господу Вот, и сегодня 9 сентября у нас По гражданскому исчислению 9 сентября И у меня всегда, вот, ассоциация сразу же 9 сентября, это Александр Мень Это Александр Мень Да 28 лет назад его не стало С нами, здесь, на этой земле Он ушел в блаженную вечность 28 лет назад, как мученик Христов, он ушел От нас И тогда я был Православным священнослужителем Московского Патриархата Так же, еще не священником Нес первая степень священства Чтеца есть, да Чтецом и под дьяконом Вот, потом дьяконом, как раз Когда его убили, его Уже в 90-м году, да И в 91-м году дьяконское служение А затем и иерейское, священническое служение Я стал, получается, да Почти год после смерти Александра Мень Прошел, да, я стал священником В конце 91-го года В августе 91-го года И в сентябре как раз уже служил в Рязани Да И знаете, вот Александр Мень Тогда, конечно, я собирался Как раз в 90-м году Как раз вот В конце августа Ну, то одно, то другое Здесь столько много всего Происходило, будем договорить Вот, что я Откладывал, откладывал эту поездку А потом уже было поздно Сообщили, по-моему, даже по радио сообщили Я не помню, как узнал Я даже первый раз Вот, узнал о том, что Убили Александра Мень Да, но его беседы Его проповеди многим Мне очень сильно помогли Тогда молодому священнику В 91-м году Особенно они мне помогли В 96-м Особенно Разобраться с моим Сектантским, знаете ли, таким Мышлением Освободиться Во многом Вот это освобождение От сектанства Произошло у меня Именно под Вот, как раз Влиянием беседы Проповеди Александра Мень Ну, и, конечно Его главный труд Его жизни Книга Сын Человеческий Которую он переписывал Переиздавал Она переиздавалась Немного В разных редакциях чуть Вот, но Последняя как раз Версия Вот именно Она Ее можно назвать Христоцентричной На примере Вот как раз Книги Сын Человеческий Видна такая Как бы я бы сказал Эволюция мышления Александра Мень Да, сегодня Кто подключился Сейчас Вот онлайн Я вышел С такой программой Александр Мень Как предтеча Православной реформации Реформации в православии Вот Потому что Современная Православная реформация Реформация Которая сейчас Набирает обороты Только лишь Мы стоим У начала Самого еще Этой реформации В других христианских Конфессиях Динаминациях Реформация Больше или меньше Уже продвинулась Ну вообще Если брать По большому счету То мы живем Уже Да, кстати Уже 501 год Исполняется В октябре Вот В этом октябре 501 год Исполняется Со дня начала Великой реформации 501 год тому назад Завершилась эпоха Это эпоха Мясом Действительно Завершилась эпоха Великой деформации Деградации Мирового христианства И началась эпоха Великой реформации То есть Покаяния Исправления Возрождения Церкви Христовой Слава Богу Я хотел включить Вот Александра меня Но что-то мне не получается Вроде и скачал Но не открывается Почему-то А другие звуки Слушать Ни к чему Думаю Беззвучно сделаю Так Учусь пользоваться Этими гаджетами Хотел включить Что-то вот Из Александра Меня Из его бесед Особенно вот как раз Такие беседы О церкви Вот Очень хорошие С беседой Господом Это стоит Знаете, друзья Даже сейчас О чем хочу сказать Что Сегодня мы Двух, кстати, Александров Вспоминаем В календаре нашей церкви 9 сентября Обозначены Обозначены имена Двух Александров Не одного даже Ну, первый Я уже назвал Наш современник Александр Мей А второй Это Александр Боярский Так вот совпало Что жизнь Обоих Александров И Оба они Были предтечами Современной Православной Реформации Оборвалась Именно 9 сентября Вот Но Насчет Александра Боярского Есть разные Публикации Разные даты Но вообще Считается, что 9 сентября 37-го года Он был расстрелян Без всякого Суда и следствия Беззаконной Властью Он был расстрелян По указке С Кремля Значит Сталин Его имел В своих Списках Ну, таких Врагов Которых нужно Ликвидировать Значит Без всякого Суда и следствия Как говорится Вот Но Это произошло В 37-м году Аж В 37-м году Когда уже Счет шел На миллионы Этот коммунистический Молох Перемалывал Души Притом Александр Боярский Это дедушка Я уже говорил Да В утренней молитве Сегодня Дедушка Михаила Боярского Известного Артиста Театра и кино Вот И В Петербурге Этой осенью Планирую провести Семинары Вот Два года назад Я планировал Значит Тоже семинары Молились об этом Но Не получилось Все планы сорвались Из-за Вот того Что Там Меня беззаконно Там Задержали Арестовала полиция Меня Вот Значит Даже был суд Якобы Я Нарушил законы Какие Но нарушил Как выяснилось На суде Судья Зачитала Когда приговор Мне присудили штраф Денежный А судья Когда зачитала приговор Два года назад 6 сентября Это было Как раз Да 6 сентября Суд был Значит То Она Сказала следующее Что Я виновен Якобы Виновен Да Ну В ее понимании В понимании государства Которое она представляет собой Значит Российское В распространении Благой вести Путем проповедания В церковном собрании Или как В религиозном собрании Как-то так было обозначено Потому что это было не совсем Церковное собрание Это было собрание Мессианской еврейской общины Петербурга Значит Все было законно Все было чинно Все было пристойно Все было Но милиция пришла И сорвала Полиция уже называется Ну это В принципе Переименование лишь произошло Само суть не поменялось В принципе К сожалению Вот молимся о люстрации Молимся действительно О переменах Радикальных переменах В обществе Которые без Бога невозможны Политики Религиозники Могут биться Об лед Знаете ли Или головой Как бы об стенку Или как горох об стенку Говорят Но это все будет бессмысленно Все религиозные Политические подвиги Они без Бога Невозможны Они просто Ничто Ничто И Александр Боярский Это очень хорошо выразил И очень хорошо понимал Он начал служение Александра Боярский Еще при царском самодержавии При царизме Вот Еще до революции Он и фамилию взял Это Боярский Значит У него супруга Бояновский Из рода Бояновских Вот Польских этих дворян Значит Да Так он Взяли фамилию Боярский А так он Сегинюк Сегинюк Он с Украины Вот С Волыни Вот И Она тоже Да Но В царское время При царском самодержавии Людям С украинскими фамилиями В Петербурге Ну как бы Ну Не рекомендовано Им надо было переименовываться Это неофициально конечно Но Как бы Как вот у нас принято Значит Не на бумаге А Значит Как говорится Бьют не по паспорту А А по лицу Вот Значит По звонку По Значит Все устным Таким Этим Договоренностям Вот И на практике К сожалению Из-за вот того Что беззаконная система Вот Строилась Многими столетиями То Вроде законно И незаконно Законно хороший Порой Но исполнение Совершенно ужасное Потому что Устные предания Намного выше Чем писание В православной Православной традиции К сожалению Вот Из этого Родилось общество Которое То что написано Как бы это Ну Неизвестно Для кого написано И закон Что дышло Куда Кнешь Туда и вышло Значит Понимаете Вот такая Психология Возникла Вот И Православие По сути Мы как Церковь Мы породили Такую Ужасную Систему Коммунизм Он лишь Продолжил Коммунисты Лишь продолжили То Что было Столетиями Уже Здесь На нашей земле Но они Это довели Просто до безумия Вот И Александр Боярский Он один из тех Героев Что Действительно Вот За обновление Церкви Изнутри Вот И Возможно Даже он и ушел Бы из православия Но здесь революция Слава Богу И царство Самодержавие Слава Богу Пало Вот Пришло время Свободы 17-й год Первое Демократическое Правительство Во главе С Керенским Вот Свободу совести Собраний Проповеди И вот Как раз На протяжении 17-го года До Октябрьского Переворота Такая бурная Жизнь Такая религиозная Была в Петрограде Вот И там В Петрограде И в Колпино Где Боярский Собственно Трудился Вот Значит Там Действительно Это чудо Произошло Вот Домашние группы Эти ячейки Церковные Домашние церкви Будем так говорить Домовые храмы Да Служение Людям Служение Проповеди Евангелия Общение с Евангельскими Верующими Петрограда И Колпино Вот эти Действительно Такие пошли Раздвиги Именно там На берегах Ижоры И Невы Зачиналось Зарождалось Православное Обновленческое Движение Вот Потом Александр Боярский Был Настоятелем Храма Софийского Исаакиевского Собора Исаакиевского 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 Собора В 20-е годы Он стал символом Православного Обновленчества Православной Реформации Вот И он Ну таковым До сих пор И остается Собственно Потому что Ассоциируется У меня он Сразу Ассоциируется С Александром Боярским И с временем Обновленчества 20-е годы Когда Храм Исаакиевского Стал символом Олицетворения Как бы Вот этого Ожидания народов Ожидания Реформации Обновления Слава Богу Вот И Я уже говорил Да выше Что в 37-м году Вот 9-го сентября Как раз Жизнь Александра Боярского Оборвалась Но в 90-м году Оборвалась жизнь Уже нашего Современника Тоже Претеча Современной Православной Реформации Александра Поэтому Вот у нас В календаре Так получилось В календаре Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Имена Этих двух Александров Они указаны Но Александр Мень Ближайший К нам Человек Наш Современник Наш Старший Современник И он Действительно Удивительные Сделал Шаги Которые Ценны Именно Как Шаги Предтечи Великой Реформации Православии Хотя Чисто По-человечески В православии Одно из самых Таких К сожалению Консервативных И в плохом смысле Слово Этого Ветвей Христианства Христианство Многоветвисты Древа На самом деле Очень много Ветвей На этом Древе И есть Ветви Такие Зеленые Зеленеющие Полнокровно Где Дух Святой Действует Есть Ветви Так Среднее Состояние Какое-то Такое И зеленые И сухие Всякие Ветви И листочки Но Есть Ветви Такие Надломленные Отломленные Засохшие Пересохшие Всякие Отвалившиеся И еще Держащиеся Вот Наши православия К сожалению Большей части Вот В этой Третьей Категории Таких Надломленных Отломленных И часто Засохших Вообще Я имею ввиду Вообще В целом Православие Канонические Церкви Неканонические Там Второканонические Там Всякие Восточные Православные Церкви Брать в целом То Большей части Относится К этой Категории К сожалению Слава Богу Что Оживление Некоторые Сейчас Происходят Последние Эти годы Но Десятилетие Последнее Патриарх Вселенский К этому Предлагает Усилия Определенные Слава Богу За те Оживления Слава Богу За такое Харизматическое Пробуждение В православии В частности В некоторых Ветвях Восточной Церкви Православной Так Нет Я думал Здесь Пришло Но В целом К сожалению Мертвячина Византийская Мертвячина По-прежнему Этот Трупный Яд Распространяется В теле Христа К сожалению Метастазы Многобожия И было поклонство В теле Христа Как раз Окультизма Религиозного Вот именно Представляет собой Как раз Православие Православные Ветви Различные Как некие Раковые Опухоли В теле Христа Но я верю В исцеление Я верю Что невозможное Возможно С Богом И возможно Богу Невозможное Человеком Возможно Богу И заслуга Главная Заслуга Слушайте Друзья Послушайте Самая главная Заслуга Александра Менни Как предтечи Реформации Он не был Реформатором По большому счету Да Его называют Реформатором Да Он много Сделал для Реформации Слава Богу Конечно А вот здесь На канал На канал О котором Говорилось Все Понял Ссылочка Пришла Мне На канал Ютуба Вот И Так вот Что Сделал Это Христо Сделал Это Обращение Ко Христу Спасибо Господь Христо Центричность Это Панацея От всех Наших Церковных Недугов От всех Наших Церковных Болезней Друзья Невозможная Человеком Возможно Богу Господь Наш Есть Воскресение И жизнь И верующий В Него Даже если Умрет Оживет Да Мы Православной Божьей Частью Отмерли Уже Вот Отсохли Засохли Пересохли Хотя Время Тремня Такие Живые Листочки Как Александр Мень Александр Боярский Там Другие Проявляются А это Говорит о чем Что Бог живой Он хочет Даже Мертвого Оживотворить Благодарю Тебя И вот Конечно Да Конечно Александр Мень Его Реформатором Назвать Ну Невозможно Честно говоря По большому счету Он был Претечей Реформации Поэтому Тех Кто называет Реформатором Я Ну Не согласен С этим Он не был Реформатором Если бы он Вышел бы Из этой Религиозной Мафиозной Корруппированной Структуры То да А вот Альфа И Омега На странице А церкви Церковь Альфа И Омега У них сегодня Служение Но я не смогу Быть Потому что Я сейчас Еду На служение Туда На Михайловскую Борщаговку Но Духом С вами Братья Благоставляю Во имя Господне Много Слава Богу Здесь в Киеве Много церквей Очень богатая Жизнь христианская Вот И Подавляющее Большинство Здесь живых Таких Адекватных Церквей Это Протестантские Церкви Это Баптисты Харизматы Пятидесятники Адвентисты Методисты Здесь Лютеране Очень много Адекватных Таких протестантских Церквей Живых Именно Христоцентричных Достаточно Уже И католических Таких общин Таких живых Слава Богу Ну Недостаточно Мало еще Конечно К сожалению Молимся За братья католиков Тоже За их оживление Харизматическое Пробуждение Такое И среди грех католиков И рима католиков Даже у рима католиков Больше в этом отношении Жизни Вот этой Слава Богу Здесь вот недалеко Кстати тоже Молодцы Трудятся Братья Но к сожалению Православие Если брать В целом Еще мертвячено Мертвячено Мы делаем Такие еще Какие-то шаги Робкие шаги Вот мы Как киевская Наша Архиепископия Я имею ввиду К этому оживлению Но еще Очень далеко До такой Реальной жизни Знаете ли Но я верю С Богом Все возможно Даже далекое Близко Слава Богу Спасибо тебе Господь Поэтому Не реформатор Александр Мень Потому что он оставался Еще во многом В этой системе Многобожий Долопоклонство Оккультизма Религиозного Я по себе это знаю Тоже был священником Того же самого Московского патриархата Кстати да Русской Православной церкви Той же самой И начинал служение Свое тогда В 87-88 год Александр Мень Был еще живой Вот О нем я слышал Вот И конечно Слышал разное От священников Тоже мнение Вот И с удивлением Наблюдал Значит Знаете ли Уже вот 89-90 год Вот там В Солнечногорске Ну недалеко Было уже приехать Но и все Сомневался Отца Яна Баташинского Тогда у настоятеля Храма спрашивал Он говорит Ну можешь съездить Ну я понял Что он как бы Нежелательно Вот Не рекомендовал Вот будем так говорить Не Не благоставлял Ну а я Так думаю Да и не стоит Думаю Мало ли Что Может какая ересь Там Мало ли Вот Хотя Было желание поехать Пообщаться Вот именно Ну и Тем более Как готовился К принятию Сана уже Ну священнического Уже Нес к служению Подяконское Отчетца Хором руководил И Ну Хотелось Но знаете ли Вот когда уже Решился уже Казалось бы Да уже в конце Агусте Ну все точно Сейчас ближайшие Выходные Время будет Я поеду Туда значит Тимольбе Солнечногорска Там недалеко Было Ну до Москвы И там Пересадка На трех Залах Вот И знаете ли Но к сожалению Как только решился Уже время Уже все И все Опоздал Сообщение было Где-то по ради Или от кого-то Я услышал Даже не помню Первый раз От кого услышал Что убили Александра Отца Александра Думаю Не может быть Да Точно убили Вот Оборвалась его Жизнь тогда Как мученик Он вошел в небеса Но до конца жизни Он так и оставался Священником Московского Париархата Русской Православной Церкви Канонической То есть такое Ну отступнической К сожалению Такой Которой христианской Очень трудно назвать По большому счету То есть Христианства Очень мало В каноническом Православии Особенно Вот именно Русской Православной Церкви С которой я выходец Я знаю систему изнутри И большинство Подавляющее Большинство Священнослужителей Которых я знал И знаю Люди Не пережившие Того что Библию Называют рождением Свыше Возрождением Духовным В этом большая беда Невозрожденное священство Слепое священство Ведет слепой народ В бездну Это очень большая трагедия Александр Мень Был один из тех Немногих прозревших Но который так оставался В этой толпе слепых И идущих Дорогой слепцов К сожалению Как тот Валаам Он муж с открытым оком Но он падает И он все видит Все понимает И падает Потому что Валаам Он так и не стал Частью народа Божьего К сожалению Он так и не стал Частью Израиля Он даже общаясь с Богом Даже озарение от Бога Получая Даже слово от Бога Получая Видение Там но пророком, да, являлся, но он так и не стал частью народа Божьего Израиля. К сожалению, он не вышел из системы своей национальной, оставаясь антисемитом, по сути, своей, свалаком, когда он там дал советы безбожные. Вот, он оставался, вот, и Александр Ленин, он такой же несчастный человек в этом отношении, несчастный. Я считаю, трагедия большая в его жизни, самая большая трагедия, это как раз именно вот это и есть. И, знаете, хотя некоторые люди, которые знали его при жизни очень хорошо, в частности, вот, Борисов, Чистяков, Георгий, с ним я общался на эту тему, вот, Чистяков однозначно, значит, он считал, что если бы Александр бы дожил, по его харизме, как бы, значит, по его, как бы, значит, Александров, Меня, он оценивал так по его харизме, значит, что если бы он дожил до распада Советского Союза, он год не дожил до падения этой безбожной системы коммунистической, до свободы, один год всего лишь не дожил, слушайте. Но Чистяков, он верил, мне он это говорил, по крайней мере, что, значит, что если бы он дожил бы, Мень бы, дожил бы, до, вот, еще год пережил бы, вот, до падения Союза, он бы вышел из этой системы РПЦ, МП, значит, и, значит, был бы в какой-то альтернативной системе православия. Ну, и его мнение. Кстати, это мнение подтвердил мне, знаете, кто еще? Так, кто-то еще из священников подтвердил мне это. Ну, вспомню, скажу. Так, косвенно подтвердил, будем так говорить. Ну, Киряк Цемертити тоже говорил об этом, кстати, тоже покойный уже, да, Киряк уже покойный. Вот, митрополит, он тоже подтвердил. Подтвердил в Москве, в храме всех святых, как раз там молились и мученика Александра Мения, там, где была моя архиерейская хиротония. Меня, как архиерея православного, как епископа, руководили в Москве. В 2002 году, 14 января, было руководение, епископская хиротония. И по благословению, значит, митрополита Стефана Ленинского. И вот архиерея Александра, Сергий, там, другие, участвовавшие с благословениями и Виталия Пожеватого, вот, тогда епископа, вот, который просто не успел чисто физически, но всего тоже, вот, согласие было моей хиротонии. Вот, и эту литургию возглавляла шли хиротония, значит, митрополит, тогда архиепископ Киряк Цамерциди. Вот он тоже как раз говорил по поводу Александра Мения, там иконы висела Александра Мения у них. Вот мы, я спрашивал его, вот, Мень бы как бы, вот, по его мнению, повел себя, если бы дожил бы до падения союза. И Киряк однозначно тоже, что значит, что да, он бы вышел бы из этой системы, он это понимал, это религиозная мафия, и очень мало с христианством что имеющее, вот, ну, вообще с христианством. Вот, и поэтому, вот, Мень Александр последние годы был именно христианцентричным, особенно последний 90-й год. Чекисты в рясах ему угрожали постоянно, значит, эти, значит, что, если он на Пасху там будет проповедовать в этом Олимпийском, спорткомплекс Олимпийский, по-моему, называется, да, значит, то до следующей Пасхи он не доживет. Вот, ну, так вот получилось, но он все равно, несмотря на угрозы особистов, значит, и вот, и чекисты в рясах там, он все равно пошел на эту Пасху 90-го года, проповедовал в спорткомплекс Олимпийском. Кстати, я тоже собирался, намеревался после всего ночного обедения, как раз, думаю, вот, в Солнцногорске было пасхальное служение, и вот намеревался в 90-м году сразу после этого на литричку и в Москву туда, и вот не было я там, так и не поехал, к сожалению. Ну, меня смутило то, что там протестантов много будет, там, неправославных, но именно к самому отцу Александру мне хотелось, в общем-то, вот, больше его услышать, ради него как бы поехать, но так и не поехал. Опять-таки, тоже потом после служения у нас там с отцом Иоанном Паташинским, там, матушка, там, все там, братья и сестры сидели, кушали все это, выпивали, кушали и сидели, аж до обеда. Ну, короче, так не поехал я, в 90-м году тоже не получилось, у меня вот как раз, значит, на Пасху тоже не получилось, но запись есть, запись сохранилась. Кстати, я вот для этой трансляции на Ютубе картинка взял как раз именно вот фотографию вот с того служения на, в спорткомплексе Олимпийском, на Пасху 90-го года. Именно то служение, памятное, преснопамятное служение, да, удивительное служение. Есть записи, есть слово его, сказанное им, и он единственный из правоставных священнослужителей, кто откликнулся на этот призыв вот быть на Пасху и говорить слово вот именно на таком межконфессиональном, получается, экуменическом, таком христианском, общихристианском служении. Хотя мне потом сказали, что были некоторые священники, пришли тоже, вот, Чистяков вроде тоже был там, но без ряс и так вот по гражданке, значит, там страх ради своего, значит, но Менин вышел молодец, он вышел как боец, как герой, вышел в рясе официально, его приставили, он сказал слово, помолился. И это было, на самом деле, такой, знаете, такой мощный месседж пасхальный, но это был его смертный приговор, по сути, он это понимал, он прекрасно понимал, что чекисты не шутили с ним, угрожая ему смертью, значит, и после Пасхи он уже, было ощущение такое, вот, по его суде выступлением, что он вообще перестал всего бояться вообще. Как бы он перешел в барьер какой-то определенный. До Пасхи 90-го года он все либеральничал часто, значит, и, как бы, вот, и, знаете ли, не договаривал. После Пасхи он, знаете ли, говорил правду матку всю. Он, значит, действительно во всех этих выступлениях, там, вот, особенно вот в Москве-то, на Красной Пресне его выступления знаменитые, а перед смертью своей, вот, перед гибелью своей трагической, да, перед мученической своей смертью, как раз накануне, его убили 9-го, получается, да, вот сегодня, вот, как раз 9-го сентября, память его мученическая, значит, а накануне 8-го сентября, да, он на Красной Пресне же, как раз он и выступал в этом зале, значит, там и, да, его последнее выступление. Вот, и, как раз это выступление было о Христе, как раз это было именно вот только Христос, только Христос, только Христос, аллилуйя, спасибо тебе Господь. Вот, ну, а утром он шел на служение 9-го сентября и его убили. Но, знаете, он сделал великое дело, он сделал великое дело, потому что, находясь в лоне такой отступнической системы православной, так называемого канонического православия, московского патриархата, он стал вот той живой клеточкой, будем так говорить, инородное тело, конечно, для мертвой системы он был неким инородным телом, белый ворона, знаете ли, бельмо в глазу, вот, и действительно он был, как вот образ Екатерина, да, у Астровского там называли мы, лучом света в тенном царстве, вот, его можно сравнить с таким лучом света в тенном царстве, отдушиной, в мертвецкой такой, вот, знаете ли, и я верю, что то, что он тогда сделал, вот эта вот христоцентричность, заявление о христоцентричности в православии, это действительно очень мощно и очень важно. А, кстати, значит, удивительно, дети, ну, можно так выразиться, да, Ладно, я по поводу детей и, значит, сына, и, значит, и сыновей, значит, Вененского, наверное, потом расскажу. Вот, да, они были священниками, там, в 80-е годы, вот, традиционно православие тоже, и Александр Мень, он, по сути, продолжил то, что говорил, то, что делал Вененский, значит, но дети Вененского самого, они не продолжили это, к сожалению. Вот, Боярского я вспоминал сегодня, хочу вспомнить и Вененского, и Грановского хочу вспомнить, то, что Грановский делал в 20-е годы, Александр Мень в 80-е годы, по сути, он продолжал, да, и есть определенный путь, знаете ли, предтечь реформации, есть определенный путь, вот, именно подготовки этой реформации, сегодня мы в ожидании этой огромной реформации в православной церкви, я верю в воскресение церкви, чем хочу завершить, вот этим примером, во-первых, слова Иисуса Христа, 11, значит, 25, «Я есть им воскресение и жизнь, верующий в меня, даже если умрет, а живет, аминь». Во-вторых, хочу привести пример, то, значит, вот как раз сновидение, которым я делился на уроках по, значит, экклезиологии на этой неделе, в семинарии здесь, в Киеве, и знаете, учение церкви, экклезиология, я пример приводил, одна из иллюстраций, свой опыт, из своего опыта сновидения, когда видел готовящиеся похороны, как бы, да, во сне, значит, и там в закрытом гробе было тело мертвой девушки, на которой издевались, ее убили, расчленили на части тела и готовятся похороны. И во сне голос мне три раза одной тоже сказал, «Иди и молись ее воскрешения, иди воскреси ее, иди и молись ее воскресения». Приветствую. А дети были у Мене, что они, где они очень святый человек был? Да, к сожалению, дети не продолжили. Сын Александра Мене, он в политике, вот, и он в этой системе такой безбожной, к сожалению, сейчас. Но и у Вененского тоже дети не пошли по этому пути. У Боярского тоже самое. Ну, тогда в 30-е годы, 40-е, там, 50-е годы, трудно было говорить о продолжении реформации. В театре, в кино, вот Михаил Боярский, он в театрале, в театре нашел себя в кино тоже. Вот, и, хотя я тогда говорю тоже, Михаилу передали мои слова, значит, я говорил, что, Михаил, при всем уважении, вы хороший артист, театр, кино, но вам нужно сыграть самого себя. А сыграть самого себя – это очень непросто. Свою жизнь, действительно, не чье-то, а свою. Вот, и, действительно, своя жизнь – это Божья. Когда, когда Божья воля исполняется в жизни моей, я, действительно, играю свою роль. Я, скажу так, в этой жизни земной я счастлив и я исполняю самого себя. Я живу своей жизнью, которую Бог меня, которую Бог меня призвал. Вот, а когда не в Божьей воле, то это не моя жизнь. Тогда я играю чью-то роль, значит, вражескую порой даже, но не Божью. Вот, греки называли элеутропион – соотношение Божьей воли и воли человеческой. Чтобы, молюсь, чтобы Божья воля исполнялась, действительно. Вот, а по поводу того сновидения с тела мертвой девушки, мне потом было объяснение, дар истолкования языков пришел как раз в ту ночь, значит, и уже после пробуждения, молясь, значит, я молился в том числе и на языках, значит, и вот было истолкование этих иных языков следующее, что это не девушка, это церковь, именно непосредственно православная церковь, насилованная, убитая, расчлененная, и дьявол хочет похоронить православие, как ветви христианства, значит, с которыми он может побороться, как бы поборолся, считает, убил уже, но у Бога есть план воскресения церкви православной, и поэтому сегодня я молюсь вместе с вами, друзья, о воскресении православия по имени Иисуса Христа. Отец мой, Бог и Царь, благодарю Тебя за все, за силу воскресения Твоего, Боже. 15 лет назад я был свидетелем этого, Боже, там, на дороге, когда, Боже, я сбил подростка, но Ты его воскресил и очень быстро исцелил, в течение 10-15 минут. Врачи видели это чудо, Боже, люди неверующие знали это и видели это чудо, Боже, спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, и Ты есть подлинно воскресение и жизнь, Господь, и молю Тебя о православии сегодня. О всех ветвях христианства молю Тебя, Господь, но в первую очередь сейчас, Боже, паки-паки, снова и снова молю Тебя о православии. Воскреси православие, Господь. Вселенское православие, всеканонические церкви, и русская православная церковь, воскреси. Другие церкви православные, здесь в Украине православная церковь воскреси. В других странах, континентах благослови православных христиан всех, особенно священнослужителей. Пусть, Господь, ситуация кардинально изменится. Пусть то, о чем говорил Александр, вот эта христосатричность, пусть она будет действительно в умах большинства православных священнослужителей Божьих. И пусть Господь не как сейчас будет, а как, Боже, действительно в Твоей воле. Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Отец мой, Бог и Царь, благодарю Тебя, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и силы и слава вовеки. Аминь. Благослови Господь, силы воскресения Своего, воскреси души людские, и пусть священники знают Тебя, Бога Святого. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Да, я вот как раз трансляции прямо сейчас, вот значит, как раз по поводу памяти Александра Меня записываю.